Невнимательные пешеходы и нетрезвые водители. ГИБДД подвели итоги за первые шесть месяцев 2017 года и разобрались, по чьей вине происходит больше всего дорожно-транспортных происшествий. За первые шесть месяцев 2017 года на территории обслуживания Люберецкого отдела ГИБДД зафиксировано 107 дорожно-транспортных происшествий. Это на 13% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Как отмечают сотрудники госавтоинспекции, значительно сократилось количество ДТП, совершаемых по вине водителей. Их стало меньше на 20%. А вот число аварий из-за невнимательности пешеходов возросло на 50%. Соответственно, работа ГИБДД теперь в большей степени будет перестроена на пресечение нарушений, именно связанных с выходом на правильную часть в месте, где переход запрещен. Также наблюдается рост ДТП с участием нетрезвых водителей. Если в прошлом году таких случаев было 8, то в этом зафиксировано 10. В летний период инспекторы ГИБДД уделяют особое внимание работе с мотоциклистами. За последние две недели на территории обслуживания ведомства произошло два крупных ДТП с их участием. Однако в большинстве таких случаев виновными оказываются водители автомобилей, нежели мотоциклисты. К сожалению, водители автомобиля не видят мотоциклистов, не понимают о том, что они есть на дороге и не своевременно принимают меры. Обращение к водителям автомобилей – это повысить внимательность и иметь в виду, что мотоцикл – более маневренное средство, и необходимо постоянно быть внимательным к его поведению, а к водителям мотоциклистов – снизить агрессивный уровень вождения на дороге. Статистика ДТП с участием детей также неутешительна, как и в предыдущем году таких случаев в 13. По словам Александра Лобойко, в ближайшее время взрослые пешеходы, которые нарушают правила дорожного движения вместе с детьми, будут привлекаться к административной ответственности по статье 5.35. Луиза Егязарян, Кирилл Евгеньев и Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапочева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.